привет всем и добро пожаловать на мой новый урок и сегодня мы поговорим о таких функций как replace то есть замена клон клонирование и remove то есть удаление групп относящиеся к групповым эффектом и групповым кью если вы не знаете что такое групповый групповой эффект или групповой кью посмотрите мой отдельный урок то есть до того как смотреть этот урок посмотрите вообще что такое групповый кью как с ними работать сегодня я покажу какие еще дополнительные возможности были добавлены в версии 1.9.4.1 это добавились две функции клон и групп и remove replace был уже давно так вот сейчас я покажу как эти вообще функции работают надеюсь вам будет интересно и так давайте представим ситуацию когда вы программируете ваши шоу и она у вас запрограммирована под скажем линию приборов то есть одна группа одна линия приборов то скажем я запрограммировал все на на вот эту группу приборов и так запрограммировал все я на эту группу приборов но это 6 приборов но скажем вот у меня вот такие вещи есть. Например, у меня есть эффект бежит вот в цвете циан. В середину эффект бежит. Это все запрыгнуто через групповый кью. Здесь у меня фан на приборы с определенным углом и плюс цвет на фан тоже идет. То есть, если здесь посмотрите, у меня идет pan tilt у меня идет между двумя палетами, то есть stage right, stage left палеты, а по цвету идет у меня палеты красные и желтые. Фан идет у меня на то и на другое. И третье. Это я создал Q-Stack. То есть, у меня вот здесь идет прибор вот так смотрит. Крест-накрест в красном цвете. Потом следующий шаг у меня идет. Они все сфокусированы на серединку. Потом следующий шаг. Они у меня расходятся в какую-то новую позицию. Идет диммерный эффект. И последний шаг. Значит, приборы возвращаются и смотрят на стенку заднюю. Так вот. Значит, создал эти четыре шага. Итак, значит, как работают функции replace, clone и remove. Значит, в первую очередь эта функция, я вам покажу функцию, которая называется replace. Итак, значит, replace функция, то есть замена, она очень удобна для тех случаев, когда, скажем, вы решили поменять все, что запрограммировали с одной группы приборов на другую группу приборов. То есть, сначала запрограммировали это все на споты. Теперь хотите перекинуть на wash или на скажем, бимы или на профайлы. Значит, можно поменять. Вот во всех местах, где вы использовали, скажем, группу 9, вот эту группу, я могу их везде заменить, скажем, пусть будет на 12 приборов. То есть, на все приборы. Вот сегодня у меня была эта группа 6 приборов, а я хочу на все 12. Как это делается? Это делается довольно-таки просто. Конечно, вы должны быть, если зайти в Setup, Queue, Storage, у вас Group Queue режим должен быть включенный. Дальше. Все ваши вещи должны быть запрограммированы именно как групповые Queue, как групповые эффекты, а не как по-обычному. Дальше. Зажимаете Shift или нажимаете Shift и выбираете опцию Replace Group. То есть, видите, у вас есть три опции. Replace Group, Clone Group, клонировать, либо Remove. Зажимаете Replace Group. И теперь он говорит, выберите группу, которую вы хотите заменить. Я говорю, я хочу заменить, скажем, группу номер 9. И он говорит, на какую группу вы хотите заменить? Я говорю, что я хочу поменять на группу 12. Итак, теперь, если я нажму клавишу Enter, он у меня поменяет все плейбаки, где я использовал вот эту группу. Он у меня поменяет их на всех плейбаках. Ну, например, я не хочу это делать. И вместо того, чтобы нажимать Enter, я хочу именно заменить только вот в этом плейбаке с этим эффектом. Я кликаю сюда. И он у меня поменял. Теперь я нажимаю Clear. И если я запущу ваш эффект, вы увидите теперь, что он у меня эффект побежал. Но, и обратите внимание, значит, что группа эффект перенесся правильно на всю линейку приборов. И эффект работает правильно в центр. Здесь все верно. Теперь, если мне нужно обратно это все поменять с этой группы обратно на эту группу, я могу опять зажимаю Shift, нажимаю Replace Group. Я говорю, замени мне с этой группы на вот эту группу. И именно в этом плейбаке. Смотрите, как динамично это все поменяется. Видите? Она сама быстренько поменял конфигурацию. И эффект полностью перестроился на нужную группу эффектов. То есть, вы видите, это все вживую. Это то, что касается замены. То есть, Replace. Вот это Replace Group. Это где вы меняете одну группу на другую. Конечно, не используя эту функцию, вы могли всегда пойти вовнутрь в View Queue и поменять эффект с одного на другую группу. Но я вам показал это все, как делается через функционал Replace Group. Теперь давайте рассмотрим клонирование группы. Как эта функция работает? Работает таким образом. Скажем, приехали на площадку. У вас в прошлый раз была группа из шести приборов. Приезжайте на новую площадку. Теперь у вас, скажем, два трасса по шесть. То есть, у вас у вас висит шесть приборов здесь спереди, шесть приборов сзади. И как вам перенести, как клонировать всю информацию, которая у вас была на эти шесть приборов, теперь еще и на вторую группу приборов, которые у вас находятся на отдельном трассе. Для этого зажимаете shift или нажимаете shift, нажимаете клонировать группу. И пульт спрашивает, какую группу будем клонировать. Я говорю, вот эту группу будем клонировать. И он говорит, на какую? Я говорю, вот на вот эту группу. И он спрашивает, на какой-то определенный плейбак, либо нажимаете enter, он поменяет на всех шагах, на всех группах, кьюшках. Я нажимаю enter, и он говорит, везде клонировать. Я говорю, да. Все, теперь если я подниму свой эффект, вы увидите, что эффект побежал, но у нас получается они бегут правильно на каждую группу по отдельности. Это я добился тем, что когда я создавал свой эффект, я убедился, что когда во view effects у вас вот group spread стоит within group. Если вы это не сделали изначально, то эффект у вас будет выглядеть вот таким образом. То есть он будет брать все 12 приборов и думать, что они все находятся в одной линии. То есть если вы знаете, что вам в будущем придется клонировать, расширять группу динамично, уменьшать, то при создании эффекта пройдите вот направо и убедитесь, что group spread у вас стоит within group. Это очень важный момент. Теперь, как вы видите, каждая группа работает, то есть вот эта группа полностью склонировала все, что здесь было на себя. То есть таким образом вы убедитесь, что все ваше программирование полностью и четко перешло на другую группу. Итак, давайте посмотрим теперь следующий playback. Вот этот статичный. Как вы видите, он клонировал полностью. То есть этот повторяет вот этот. То есть он под таким же углом, этот под таким же углом. И цвета все правильно распределены. Прямо как на оригинальной группе, так и перенеслось и на вторую группу. И теперь третий это QStack. То есть вы теперь, если запустите QStack, вы увидите, что пульт полностью клонировал эту информацию сюда. И теперь, если вы пойдете дальше, вы полностью склонировалась она. Третий будет эффект. И опять эффект. Внутри каждой группы он бежит правильно. Опять, как я убедился, что эффекты правильно склонировались. Правильно. Я когда создавал эффект, если зайти в UQ, я убедился, что во Vue эффекте групп spread стоит within group. Таким образом клонирование происходит правильно. Итак, значит я показал, как делать замену группы. А также показал, как клонируются группы. И теперь я вам покажу, как убрать. Скажем, теперь вы приехали на другую площадку, и у вас опять один трасс. И вам не нужно вот это клонирование. Вы хотите уменьшить программирование. То есть теперь, если вы пойдете в любой playback, вы увидите, что у вас сидят две группы вместо одной. Две группы на эффекте. Если зайдете сюда, вы увидите то же самое, что у вас используются две группы. А, например, вот я хочу убрать вот эту восьмую группу из всех этих плейбаков. Как это делается? Все просто. Нажимаете shift, выбираете remove group, убрать группы. И он скажет, какую группу будем убирать. Я говорю, вот эту группу. И он говорит, откуда будем убирать? Из каких-то плейбаков, либо из всех. Я нажимаю enter, из всех. И говорю remove. Remove. Все. Теперь, если я зайду в свой эффект, вы увидите, что он работает только на одну группу. Если посмотрите сюда, вы увидите, что он работает только на одну группу. Начальную, вот эту девятую. Если посмотрите сюда, QStack у вас работает только на одну группу. Вот. Надеюсь, вам было это интересно. Я надеюсь, что это поможет вам в программировании ваших шоу и пользоваться функционалом на GQ уже на другом уровне. Это, в общем-то, все на сегодня. И я просто хотел добавить, что в данный момент, как я сказал, функции вот replace, клоны групп, они, remove group, они добавлены были, по-моему, в версии 1.9.4.1. То есть, если у вас версия до этого, вы это не увидите. Но у вас будет только replace group. И плюс на данный момент, на тот момент съемки, как я снимаю, в данный момент клонировать и удалять можно только по одной группе. То есть, вы не можете их одновременно удалить, там, 5-6 групп вместе, или 2-3 группы вместе, или клонировать на 2-3 группы. Но, возможно, к моменту выхода следующей беты, возможно, это уже будет по-другому. Но я вам показал, как это делать в данный момент и как это работает именно в данный момент, чтобы у вас не было потом других вопросов, что почему нельзя сделать это на несколько групп. В данный момент, на момент записи, как я сказал, это работает только по одной группе. Это все на сегодня. Спасибо большое и хорошего дня. Пока.